Когда герцогиня Сасакская, прихватив с собой британского принца и по совместительству собственного супруга Гарри с сыном Арчи, гордо убывала в США, у нее, судя по всему, стояли перед глазами радужные картины. Вот прибывает она на другую сторону пруда, перед ней расстилается красная дорожка, а по обеим сторонам красной дорожки кинопродюсеры с предложениями. Звезды Голливуда с дружескими объятиями. Не случилось. Было много, очень много сообщений о том, что Меган вот-вот начнет сниматься в блокбастере. Все подпортил представитель компании Дисней, который и это после того, как Меган озвучила для них документальный фильм про слонов. Комментируя возможное сотрудничество герцогини Сасакской с этой компанией, заявил, Дисней нужен Меган куда больше, чем Меган нужна Диснея. Меган бы уже тогда задуматься, что именно эта фраза определит все ее существование в США, в том числе коммерческую и благотворительную деятельность. Сейчас уже ни для кого не является большим секретом, что компании Netflix и Spotify заключили многомиллионные и многолетние контракты с Сасаксами, в основном пиара, ради и рекламы для. Но что-то же делать парочки для этих компаний надо, чтобы хоть как-то показать, что контракты не рекламная липа. Но делают тоже с прицелом на широкомасштабную огласку и, как следствие, рекламу для себя и для компаний. Гарри, например, уже сообщил, что собирается приехать в Великобританию в ноябре нынешнего года для съемок документального фильма о подготовке к Уэс Геймс в рамках контракта с Netflix. Но главное в этой новости было то, что Гарри намерен встретиться с королевой Елизаветой, несмотря на то, что у него будет очень плотный график. Почти снизошел. Какие съемки? Какие Уэс Геймс? Главное, блудный внук намерен нанести визит королеве. Все СМИ сосредоточились на этом. Но и Netflix помянули сотни тысяч раз. Отличная вышла реклама. Меган Маркл, в отличие от Гарри, высокородных родственников не имеет. А те, которых она обрела в браке с принцем, вряд ли гордятся такой невесткой. Поэтому ей волей-неволей пришлось обратить свое внимание на американский рынок знаменитостей. И ведь сколько было рассказов на заре американского бытия Сассексов о том, что Анжелина Джоли и Дженнифер Энистон едва не подрались из-за чести первой выпить чаю с самой герцогиней Сассексой, что Анжелина дает советы Меган по организации деятельности ее благотворительного фонда Арчивелл и так далее. Не обошла вниманием Меган и политиков. Экс-президентскую пару Барака и Мишель Обама, она назначила своими лучшими друзьями и начала полностью копировать их карьерные шаги, которые Барак и Мишель делали после того, как покинули Белый дом. А заодно через инсайдеров рассказывать об их тесной дружбе, о том, что Обамы консультируют Сассексов в их коммерческой деятельности. Меган, конечно, не задумывалась, сколько тысяч правильных шагов сделали Барак и Мишель, прежде чем войти в Белый дом, провести там 8 лет два президентских срока Барака, а уже потом монетизировать свое общественное влияние. Меган казалось, что все очень просто. Стала герцогиней, обрела скандальную славу, и вот к твоим ногам уже готовы припасть все сливки американского общества, все селебрити. Но, судя по всему, Меган Маркл, пусть и при титуле герцогини Сассекской, здравомыслящим и, если уж говорить честно, порядочным и брезгливым представителем Бомонда США и сразу была не слишком интересна. Даже как экзотический зверек. А после того, как она вкупе с Гарри полила грязью королевскую семью, без которой не было бы никакой герцогини Сассекской, многие ее вроде бы поддержали за то, что она сумела честно рассказать о своей борьбе за психическое здоровье. Но одновременно и осудили. Не в лоб, как это делает Меган. Вежливо. В частности, Мишель Обама после скандального интервью Сассексов у Опры Уинфри сказала, что намерена молиться, чтобы Гарри и Меган помирились с королевской семьей, ведь нет ничего выше семейных отношений. Но Меган умеет читать только строки и никогда не читает между строк. Поэтому до нее послание Мишель не дошло. И дошло лишь тогда, когда их с Гарри показательно не пригласили на юбилейную вечеринку Барака Обамы. Конечно, чета Обамы могли это сделать и по этическим соображениям. Приглашать Меган, чей день рождения совпадает с днем рождения Барака Обамы, дата в дату 4 августа, как-то неловко. У Меган ведь могут быть собственные планы на собственный день рождения, свои гости, своя вечеринка. Но напомню, юбилейные торжества Барака продолжались три дня. В общем, лишь после этого Меган спохватилась, что-то у меня не так. Особенно с планами создания мультсериала «Перл. Жемчужина», о 12-летней девочке, которая познает мир, вдохновляясь встречами с влиятельными женщинами всего мира. Я предполагаю, что некоторые из этих встреч будут происходить в воображении или снах Перл. Имя героини совпадает с названием сериала. Ведь вряд ли ей удастся вживую побеседовать с Флоренс Найтингилл или Индирой Ганди. Это мое предположение о том, кто из реально влиятельных женщин могут встретиться на пути Перл. Интересно, будет ли среди них королева Елизавета. Но ряд встреч, пусть и в формате мультсериала, будут с женщинами, ныне живущими. С теми, кто может подарить свой голос мультперсонажам сериала, который намерена выпустить Меган Маркл. А вот тут уже первый облом С. Королевский комментатор Нил Шон заявил, Меган Маркл рассчитывала, что получит громкие имена знаменитостей США, которые будут озвучивать ее мультсериал, причем некоторые должны озвучить сами себя. Мишель Обама была одной из тех, кто, как считала Меган, уже подписались на ее проект. Но стало понятно, что это абсолютно не так, когда Сасексы не получили приглашение на 60-летие экс-президента США. Теперь Меган вынуждена искать новые громкие имена. Вероятно, ей намекнуло на отказ в сотрудничестве не только Мишель Обама, и, возможно, обратиться с этим Копри Уинфри. Но если вспомнить, как легко отмахнулась опра от вопроса СМИ, а уж не станет ли она крестной дочери Сасексов Лилибет, сообщив, что уже слишком стара для обязанностей крестной матери, то и тут что-то может пойти не так. М. Меган, ты в порядке. А твой особняк. А посуда. А остатки кудрей Гарри. Все цело.